Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться обзором на новую палетку от Charlotte Tilbury, которая называется The Item Palette, поэтому если вам интересно видео такого плана, то продолжайте смотреть. Кстати, если вы сегодня попали впервые на мой канал, то обязательно подписывайтесь, давайте дружить. Я очень часто снимаю косметические видео, видео о покупках одежды, шоппинг-блоги, на разные такие около девичьи темы. Я безумно надеюсь, что вам здесь у меня понравится. Так, ну что ж, не так давно у Charlotte Tilbury вышла новая палетка, а именно она вышла в продажу 28 февраля и уже, наверное, 3 марта я ее поспешила заказать. У меня это первая палетка от Charlotte, поэтому я не могу ее сравнить с предыдущими, но поскольку этот бренд настолько на слуху на YouTube, мне было очень интересно узнать вообще, стоит ли она своих денег. И если классическая ее маленькая палетка, вот здесь вот сейчас добавлю фотографию, стоит, по-моему, порядка 59 долларов за 4 оттенка, которые, к слову, значительно меньше, нежели у Tom Ford по размеру. А именно с Tom Ford начиналась карьера Charlotte Tilbury или не начиналась, а, скажем так, достигла своего пика. Потом она ушла и открыла свою линию косметики, свою косметику, в общем, свой бренд. То, когда я увидела, что за цену, которая немножко выше, скажем так, от ее стандартной палетки в 4 оттенка, здесь мы получаем целых 12 оттенков по цене в 65 долларов. И я поняла, что да, наверное, с этой палетки именно и начнется мое знакомство. Вообще предполагается, что здесь именно 4 типа палитр, которые, кстати, здесь даже у них есть название. Первый ряд называется Day Eyes, то есть дневные глаза. Дальше Date Eyes, это как глаза на свидание, что ли. Далее Diva Eyes и Disco Eyes. Они предполагают, что каждым из этих 4 рядов можно сделать полноценный макияж глаз. Хочу сказать, это у меня редко довольно-таки получается. Сегодня у меня выполнен макияж при помощи вот именно первого ряда, и чуть позже мы с вами его вместе сделаем. Вы посмотрите, как они в нанесении, насколько они пигментированы. Не могу сказать, что я просто покорена этими тенями. Все-таки до сих пор. Если спрашивать, какие самые лучшие тени у меня в косметичке есть, это тени от Marc Jacobs. Я их обожаю, не знаю, для меня они реально самые лучшие. Но эти тоже достаточно хорошие. Чего лично мне в них не хватает, это каких-то, возможно, более нейтральных бежевых оттенков для растушевки. Все-таки вот здесь вот такие не совсем матовые, но немножко как бы сатиновые вот эти вот только два оттенка. Они достаточно темные. Но, в принципе, Charlotte, как и Tom Ford, они очень хорошо тушуются. Практически можно вытушивать в ничего, если можно так сказать. Их можно действительно растушевать до самой такой едва уловимой дымки. За это, конечно, им огромный плюс. И поэтому, в принципе, дневной макияж можно сделать, но вы не сделаете дневной нейтральный макияж. В любом случае, это будет очень яркий макияж. Мне кажется, все-таки, что это оттенки более шиммерные, нежели сатиновые. И все они, конечно, достаточно яркие. Они в такой желто-оранжевой гамме. Вот эти вот, в частности, цвета. Вот несколько розовых есть. И, конечно, не считая вот эту вот нижнюю палетку дискодива. Ну и что же, давайте я вам предлагаю сейчас посмотреть на их свотчи. Я сделаю свотчи на руке. Рядышком сделаю свотчи кистью, чтобы было понятно, как они набираются и кистью, и рукой. И дальше вернемся к разговору. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что ж, поскольку это в первую очередь обзор палетки от Charlotte Tilbury, я не буду сильно останавливаться на остальном макияже. На некоторых все-таки элементах хотелось бы сделать парочку акцентов, а остальное вы увидите уже в других моих обзорных видео. Давайте нанесем вместе тональную основу от Guerlain, которая называется Le Sentiel. Я думаю, вы про нее много слышали, очень неоднозначных отзывов. И я вам еще не рассказывала свое мнение о ней, поэтому давайте ее вместе нанесем. Хочу сказать, что эта тональная основа у меня где-то порядка 40, мне кажется, тональных основ в данный момент есть. И мне кажется, только на пальцах рук можно пересчитать, какие из них не окисляются. Я не знаю, что не так с моей кожей, причем и на лице, и на руках. И я сейчас наношу, она у меня в оттенке 01N, то есть с нейтральным подтоном. Вот так вот она выглядит. И она, я в общем вам сделаю какие-нибудь дополнительные свотчи. Вот здесь вот мы ее нанесем сейчас, и минут через 10 я нанесу свежую. Посмотрим, как она будет выглядеть. У меня она немножко окисляется, оттенок все равно. Мне все-таки бы хотелось, наверное, 00, несмотря на то, что я такая светлая. Ну, посмотрим. На лето, я думаю, будет даже очень ничего. Давайте вместе наносить. Я хочу сказать, что мне не очень нравится, как она наносится бьюти-блендером. Как-то, ну вот не знаю, вот как-то все не то, все не так. А вот при помощи кисти язычка она наносится великолепно. Поэтому я буду сейчас использовать вот такую вот от Хакура. И будем распределять на одну часть лица. Видите, все-таки видно, что мой цвет кожи, он отличается. И с другой стороны, я все-таки нанесу еще бьюти-блендером. Сама компания Герлен советует использовать для нее специальную базу. У меня этой базы нет. Поэтому, если использовать крем, то не на каждом креме она будет хорошо выглядеть. И не с каждым кремом она дружит. Так, ну что ж, как видите, я ее уже нанесла на эту сторону. Легла она хорошо, в принципе, без никаких претензий к ней. Но в дальнейшем, кстати, она может западать мимические какие-то морщинки. Несущественно, но может. Я слышала от девочек с жирной кожей, что у них сильно западают. И якобы, мол, на сухой коже это будет вообще просто кошмар. Но нет, я так не скажу. У меня, в принципе, она все западает. И то не всегда. Я не могу понять, чем это связано. То ли с методом нанесения, то ли с фиксацией. Но вот она вот западает иногда в мимические. И, как можно заметить, в принципе, веснушки мои еще не сильно проявившиеся. Достаточно хорошо здесь видно. Ну и давайте на вторую сторону я нанесу при помощи бьюти-блендера. И я вам сейчас покажу разницу между сводчем свежим и который уже побыл на руке. Вот это вот то, что я только что сделала сводч. И вот этот сверху, который уже минут пять. Окисляется она, ну, как бы заметно. Но в данный момент я не могу сказать, что я вижу какую-то сильно большую разницу между нанесением. Кроме того, что здесь чуть более оранжевый оттенок. Единственное, что здесь рельеф кожи сам более гладкий за счет того, что кисточка язычок. Возможно, она что-то немножко сглаживает. Здесь такого нет. Теперь давайте немножко высветлим область под глазами при помощи нового консилера от Givenchy, который называется Tain Couture Everywhere. Этот консилер распределяется очень-очень хорошо. Хорошо высветляет так область, но его нужно обязательно сразу закреплять. На днях у меня появился новый набор с разного вида пудрами от Pure Cosmetics. Так, как вам вот так вот покажу. И я хочу отсюда сейчас попробовать сегодня и хайлайтер, и матирующую пудру. Shine Control называется. То есть она не должна блестеть. Пудра выглядит вот таким вот образом. Такая бежевая, с немножко мраморным рисунком. Сразу видно моментально, она кожу делает очень матовой. Посмотрим, кстати, не пересушит ли она ее. Кстати, я хочу сказать, что все-таки не зря я одела кофту под горло, поскольку, ну, вы в общем видите. Она действительно стала немножко более оранжевой. Теперь я беру бронзер от Pure. Вот такой вот тоже красивенький. Давайте теперь накрасим губы и переходим к самым интересным. Губы я сегодня буду красить новинкой от Dior в оттенке 976. Bior. И наносить я буду не стандартно, как помада, а слегка вот такими похлопывающими движениями. И потом пальчиком немножко растушую. Ну что же, предлагаю я вам сделать сейчас макияж вот этими вот тремя самыми, как полагается, классическими, самыми нюдовыми, самыми простыми. Как всегда, начинать макияж я буду именно со складки вейка. Буду брать вот этот вот темный оттеночек. И на глазах у меня сегодня ничего нет. Я когда тестирую тени, я чаще всего так делаю для того, чтобы видеть, как они на самом деле себя ведут. Возможно, где-то немножко попала тональная основа. Но именно в ежедневной жизни я чаще всего тени ношу без базы. Не чаще, а в 95% случаев я ношу тени без базы. И поэтому именно так я их тестирую. Это позволяет понять, как они вскатываются или нет. Тушуются тени очень хорошо, очень мягко. Но их когда набираешь, надо тоже аккуратно быть, потому что они могут пылить. Несмотря на то, что многие блогеры сейчас советуют все-таки наносить либо бежевый оттенок, либо немножко сияющий под бровь, но все равно немножко не моя история. Я этого никогда не делаю. Поэтому, в принципе, тремя оттенками обойтись очень даже и могу. Далее я беру плоскую кисть и буду вот этот уже средний оттеночек наносить на подвижное веко. И некоторые эти оттенки, конечно, лучше все-таки наносятся пальчиком. Они тогда меньше осыпаются. И здесь и набираю на пальчик. Такими слегка похлопывающими движениями наношу. Ну и теперь самый светлый оттенок наношу в уголок глаза. Что ж, теперь я беру обыкновенную кисть. Немножко это все спиритушевываю, все оттенки. Пушистой кисточкой. Буквально чуть-чуть стушевываю между ними границы для более плавных переходов. Тушь я сегодня взяла одну из своих самых любимых от Guerlain. Вот такую вот объемная тушь. So Volume. Единственный минус это то, что она плохо смывается. Это то, что у нее немножко островатые щеточки эти. Так, ну что ж, вот такой вот макияж у меня получился. Хочу отметить, что за счет того, что здесь предполагается использовать только по три оттенка, макияж выполняется очень быстро. Тени сами между собой достаточно хорошо тушуются. Никаких к ним в этом плане вопросов нет. То и макияж в целом можно сделать достаточно быстро. Если знать, что именно ты будешь использовать. Давайте подвинусь к вам немножко ближе, чтобы вы смогли лучше рассмотреть, что же у нас тут на глазах получилось. Поскольку на момент съемки этого видео на русскоязычном YouTube нет ни одного обзора на эту палетку, а хочется быть вам максимально полезной, то сейчас я предлагаю сделать еще один макияж при помощи уже вот этой вот третьего ряда и потом сделаем все-таки такую диско-диву. Мне кажется, что это только это видео, это единственное место, где я могу использовать вот эти вот оттенки. Наносить я все буду точно по такому же принципу, поэтому здесь сейчас я все ускорю. Сама методика, техника и стиль остается неизменным. Сначала я беру темный оттенок в складку века, потом вот оттенок по серединке почти на все подвижное века или даже может на все. А потом вот этот, кстати, золотой нанесем на серединку точно. Так, ну что ж, второй вариант с Diva Eyes у нас получился именно таким. Как видите, опять-таки его нельзя назвать дневным, поскольку все оттенки очень яркие, сочные, насыщенные. Я не знаю, как надо все-таки растушевывать, чтобы это был какой-то такой легкий дневной макияж. На серединку века я наносила вот этот вот оттенок, в идеале... Нет, вот этот вот оттеночек. Ой-ой. В идеале его, конечно, нанести на какую-то светлую базу, то есть когда наносишь вот эти коричневые оттенки, потом на серединку капельку консилера растушевываешь, и на него тогда вот золотистый цвет. Вот, и тогда это прям будет такой па-бам-па-бам. Но у меня здесь все сейчас перетушевалось с коричневым, кони-люди, и уже не такой яркий акцент. Но в целом все равно мне очень-очень нравится. Сюда, мне кажется, больше подошла бы какая-нибудь, возможно, матовая коричневая помада. Кис-кис от Герлен в 306 номере. Я думаю, была бы сюда просто идеально. И, ну как вам рассказывать, мне очень нравится. Это такой хороший вечерний макияж, макияж на какое-то важное событие, потому что именно при блеске искусственного освещения, именно при лампах, при вспышках, эти тени всегда играют более интересно. Я сейчас попробую взять, кстати, вспышку от телефона и попробуем сравнить. И смотрите, как они начинают переливаться при искусственном освещении. Ну это просто вспышка телефона. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ну что ж, смоки у нас получились, как мне кажется, достаточно такие какие-то скудненькие. В общем, я делала черную подложку, но ее можно делать, можно не делать. Я специально сразу попробовала два оттенка на разных глазах. Как смотрится зеленый, он какой-то такой полупрозрачный, черный тушуется в серый. Такое, честно говоря, не о чем. В общем, я сегодня первый раз их попробовала именно эти оттенки и думаю, наверное, о последней. Можно немножко, конечно, пальчиком добавить для яркости цвета и синего, и зеленого, и синего. Вот вообще прям, видите, какой такой яркий-яркий получается, если пальчиком добавлять. А зеленый как-то непонятно. В нем сильно много такого какого-то желтого, салатового шиммера. Ну, а в целом, если как бы вам надо, особенно если для работы, то, конечно, наверняка для вас наличие этих оттенков будет плюсом. Но поскольку большинство из нас берет для домашнего использования, то это что-то из разряда такое. Теперь давайте немножко поговорим о том, как они носятся в течение дня. Они могут скатываться. Причем на глазах, которые абсолютно к этому не склонны, они могут себя так вести. И ведут они себя так в зависимости от тона, который вы используете, возможно, нанеся тоже его в том числе на глаза, либо же консилер, либо если вы ничего не наносите. Конечно же, на базе они будут держаться, но даже на одной базе как-то тоже они чуть-чуть не сдержались, не удержались и скатались в небольшие такие полосочки. Скажем так, когда ты покупаешь такую дорогую палетку, тебе хочется этого всего избежать. И, к слову, скажу, что опять-таки с тенями Марк Джейкобс никогда никаких проблем со скатыванием не было ни на чем абсолютно. Довольна ли я этой палеткой? Да. Хочется ли мне побежать купить еще какие-то другие палетки? Нет, мне этой вполне достаточно. Есть ли у меня претензии к упаковке? Ну, как и у всех, в принципе, да. У дорогого бренда, у люксового бренда. Такие пластиковые, они сейчас, вот я чуть-чуть ее подержала в руках, она уже вся какая-то залепанная, заляпанная. Здесь, как видите, на самой палетке напечатаны глаза, напечатаны где-то с каким-то голографиком. В общем, выглядит, честно говоря, дешево. Золотой цвет, это тоже такое розовое золото. Тоже, скажем так, не добавляет стоимости. Я вам показывала, мне безумно нравятся упаковки у Эльф. У них такой черный, плотный, матовый пластик, который действительно выглядит дорого, который ты держишь в руках, и тебе не верится, что эта палетка стоит 4 доллара. То есть здесь, как бы, я поверила в упаковку, что вот эта упаковка, как по мне, скорее она у меня ассоциируется с каким-нибудь, ну, не знаю, Руби Роузом. С обратной стороны есть название всех оттенков. И, кстати, всего в палетке 12 оттенков по 2 грамма. Написано, что после открытия срок годности 30 месяцев, но я, честно говоря, в это не очень верю, потому что мне кажется, ну, что в пудровых оттенках может меняться. Я заказывала палетку с Сифорой, и дошла она, в принципе, ко мне в целости и сохранности, не считая вот этого вот одного оттеночка, он чуть-чуть все-таки треснул посередине, но это несущественно, то есть он никуда не высыпался, ничего с ним не случилось, то как бы в целом можно считать, что доставку они пережили хорошо, в отличие, к примеру, скажем, от продуктов Nars, они у них, особенно хайлайтеры, безумно такие хрупкие, и доставлять сложновато. То есть здесь все как бы окей. И, знаете, давайте по традиции, я вас порадую каким-нибудь подарком. Честно, я бы хотела разыграть среди вас такую палетку, я обязательно среди вас разыграю что-нибудь подобное, когда я стану чуть более популярным блогером. А пока что я хочу разыграть среди вас вот такую вот помадку от бренда Anna Sue. Очень интересный такой бренд, который очень часто в своих рекламных коллекциях, в своих рекламных компаниях использует котиков. И это тоже не совсем обыкновенная помада, она вот таком вот интересном путляре, и сам стик, сам срез здесь в форме розочки. У меня есть такие помады, и, в общем, мне хочется, чтобы кто-то из вас тоже попробовал вот такой вот красивый, глубокий, коричнево-винный оттенок. Здесь в зависимости, кстати, тоже от нанесения, можно наносить из стика, это будет более плотный оттенок, можно, как сегодня я наносила помаду от Dior пальчиком немножко, и это будет более такой легкий оттенок. В общем, как вам захочется. Что же, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, что вам было интересно посмотреть обзор. Если оно вам понравилось, то поддержите меня пальчиками вверх, мне будет безумно приятно. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, давайте дружить. Ну и до встречи в следующих видео. Пока-пока!